Итак, мы с вами остановились на 21 мая. Здесь у нас идут фотографии, перевязки ног какие. Так, 22 мая. Доброго здоровья! Ночью практически не спал. Сильная вибрация, кровоток. Поэтому снова не видел. Были коротенькие провалы, фрагменты, которых я не запомнил. Но ощущение от них положительное. Без негатива. В час 30 обнаружил, что лимфоузлы в паху чуть увеличились. И выдают при пальпации небольшую терпимую боль. Температуры нет. Узелков очень много. А я думаю, что по одному с каждой стороны. Вот это, конечно, уже говорит о том, что организм начал бороться. Подключил лимфатическую систему. То есть начал включаться по полной программе. На борьбу с вот этим вот грибком. То есть насколько сильно может быть организм поражен грибком. В 5.30 встал, убрал опилки и полоснул водой. Стало полегче. То есть опилки, на которые мы думали выманить этот грибок. Опилки все в соплях между пальцами, как пленкой. То есть вот это как раз и говорит о том, что вот эти вот сопли и вот эта вот пленка. Это как раз говорит о том, что вот грибок на них и выходил. Значит опилки все в соплях между пальцами, как пленкой. То есть вот это как раз и был выход грибка. Но на сколько он, конечно, вышел, вес или не вес, судить пока трудно. Больше постороннего не видел. В 6.30 выпил соду, чуть позже воды и зиру. Значит, сода особенно рекомендуется против молочницы. А вот зира как раз это для того, чтобы наводился порядок в толстом кишечнике. Вообще в желудочно-кишечном тракте. Она действует также против грибков, но в 6.55 наложил ватные тамбоны и бинты с сахарной водой. Наблюдал, как образуются волдыри прямо на глазах и все течет. Вот это как раз, когда образуются волдыри прямо на глазах и все течет. Это говорит о том, что вот как раз пошел вот этот вот грибок из организма. На лице слева от ноздри высыпало покраснение кожи. Правая кисть в области фаланги покрылась прыщиками с зуд. Потер с содой. Ну это изнутри уже вперед грибок. В 7.45 лёг, вырубает, но вибрация не дает расслабиться и уснуть. Редкие короткие провалы, фрагменты, ощущения от которых хорошие, без негатива. Спокойно. То есть это говорит о том, что организм начал тратить свою энергию на борьбу. И поэтому вот заснуть вообще-то трудно, но тем не менее можно. Запомнил еще один миг. Свежим, чистым, отглаженным, белоголубым кухонным полотенцем обтираю лицо и стопы. Стопы были нормальными. То есть это вообще хороший сон, который говорит о том, что болезнь сводится и она удаляется. Так, еще во время провалов с 8 до 10 часов, несколько раз, более трех, на меня в область лица и груди накатывала будто волна колоссальной энергии, которую я словно вдыхал в себя в виде яркого светлого шара облака, которое пронизывало меня всего и вниз к ногам, а аж дух захватывало и так хорошо благодать. Вот это хорошо. Чувствуется, что пошла помощь извне. Дается энергетика для того, чтобы вот справиться с этим грибком. В ощущениях очень похоже на вещий сон, о котором я вам рассказывал. В 10.45 стал как будто выспался с большим желанием умыться, как обычно свежей уриной, обливание головы и рук холодной водой. Очень захотелось. Позавтракал с аппетитом. Когда человек высыпается, это хорошо. Это говорит о том, что энергии много, сил много, и он успешно справляется с теми болячками, которые у него имеются. Так, пришла в голову мысль, а ведь это сопли вокруг пальцев, как паутина. Возможно и есть грибница. Скорее всего, да. Но мне кажется, она, так как я уже забежал вперед далеко, что все-таки она не полностью вышла. Или может какие-то остатки. То есть, вообще-то правильно, видите, вымодить грибницу наружу. Одно дело, смотрите, травить. Вы травите и грибницу, и свой организм. А выманивая, вы свой организм не травите разного рода этими лекарствами, этими какими-то травами, которые мощно воздействуют и погубно, и на грибницу, и на вас. А вот очень интересный вот этот вот метод. Он давно забытый, но раньше он очень широко использовался. В целительской практике. Так, в области стоп, зуд заметно уменьшился по сравнению со вчерашним днем. Это хорошо, если действительно грибница частично вышла, то нету таких вещей. Такое ощущение и желание снять эту гадость, как носок. О, это как раз говорит о том, что действительно она изнутри вышла наружу. Вот такие ощущения возникают. Температуры нет, пульс 72, качает, будь здорово. Давление норм. Вообще общее состояние организма хорошее, только энергия бьет через край, не дает успокоиться, излишне возбужден. Из рук все валится. Ну, конечно, если вот, судя по тому сну, столько энергии добавилось, какая-то раскоординация будет. Если бы не знать и не видеть, что у меня происходит со стопами. Зрелище страшное. Сейчас скину фото. Ну, будем смотреть фото. Так, вот как раз фото. Да, зрелище действительно страшное. Это как раз 22 мая. Далее у нас идет. Опять идут стопы, опухшие. Такое впечатление, как будто они тут разрушаются. Жидкость вот эта вот выходит. На второй перевязке обнаружено в пакете обоих ног много собравшейся жидкости. Я так понимаю, это лимфа. Это инфицированная лимфа. То есть, если грибок выходит, он, как бы сказать, не просто так вот выходит. Он выходит, вот обеспечивая себе какое-то, как бы сказать, жидкое прикрытие вот в этой вот жидкости. И еще мне показалось, что жидкость из волдырей стала меньше отходить. Это уже хорошо. Что значит, вот грибок побег. Пошел сильный зуд, как от старой коросты, хочется содрать или отодрать. Сладко-приятно-щекочущий зуд. Как раз вот такой сладко-приятно-щекочущий зуд, он повествует о том, что начинается заживление. Кожа вокруг пальца умерла. Под ней, думаю, надеюсь, уже формируется новая. Вибрация до сих пор не прекратилась и не сбавляет оборотов. Вгул, как от трансформатора. В 13.10 был стул правильно оформленный, колбасообразный, светло- и темно-коричневого цвета, нейтрального запога. Обнаружил множество обрывков нити. Ну вот это вот. Что еще ответил? Да, вот так и бывает. Сон про полотенце хорош. На второй перевязке есть улучшения, насколько я понял. И жидкость выходит слизистая. Классика выхода болезни идет через обострение. При этом все идет быстро, сохраняем здоровье. Держите меня в курсе. Это все 22 мая. Эдуард говорит, жидкость переливается как водичка, но по консистенции склизка. Как раз это и есть вот такая грибница, которая находится в стадии побега. Так, здесь у нас стопы идут. Далее. Эдуард пишет, забыл написать, что последняя чистка печени по эффективности получилась лучше, чем предыдущие две вместе взятые, несмотря на то, что не вышло ни одного камушка. Улучшение почти фактически сразу с первых чистов мощное и быстро понарастающее. Значит, хочу поделиться. Он пишет, как прошла моя вторая чистка печени по бурю. Всего три чистки прошел. Но вначале кратко, что делал и что со мной происходило после второй и до третьей чистки. Что делал? Стакан воды с содой. Одна чайная ложка ежедневно с утра натощак. Угу, нормально. Зира. Одна вторая чайная ложка ежедневно. Нормально. Значит, по одному зернышку каждые три часа, это он сжевал эфирное масло корицы утром и на ночь. Пальцы ног выборочно, то есть это он боролся с грибком, которые для меня были подозрительные. Промывание носа и горла свежей мочой через день по утрам. Полоскание горла керосином на ночь ежедневно. Сосание масла три дня подряд по одному часу. По одному часу слишком много, я говорю. Достаточно тут 10 минут. То есть важно, вы почувствуете, что масло стало жидким и стало такое белое. Это как раз говорит о том, что процесс закончился. Не надо его час полоскать. Ударная доза тратчатки один раз. Порошок трав буревый на ночь один раз. Обливание холодной водой ежедневно. Это реально работает. Спасибо за книгу «Записки голодающего», где мне наконец-то все разъяснили. И стало понятно, как это работает и выполняется. То есть есть у меня такая книга. Я ему высылал там три части. Всего две страницы. То есть, видать, основную он взял. А я всю жизнь пытался закаляться, обливаться и не мог понять, почему не получается. Прогрев печени грелкой за два дня до чистки и во время нее несколько раз делал циркуляторное дыхание в среднем по 20-30 минут. Возникала сильная тяжесть и напряжение в руках и ногах. Вот знаете, если вы циркуляторное дыхание начали делать, то надо, чтобы это все логически завершилось. Чтобы вы почувствовали кол, чтобы вы почувствовали, как он из вас выходит. Процесс прошел до конца. А не то, что вы там делаете, делаете по 20-30 минут. Это просто-напросто, ну как бы сказать, насыщает организм энергией. Но для того, чтобы вот именно психический зажим из вас вышел, надо будет подышать где-то там час подряд, полтора часа. Для того, чтобы как раз этот процесс закончился. Вы ощутили сильный кол где-то, а потом почувствовали вот разряд, что он из вас вышел. То есть, эта область перестала у вас болеть, перестала ощущаться в виде кола. Это важно понимать. Так, теперь, что происходит с организмом из дневника 0,9, 0,5, 20. Уже около недели, может быть, наблюдая в области голени обеих ног с наружной стороны, зуд, голени. Началось с левой ноги в области щиколотки. Теперь там короста. Через несколько дней зачисала справа голень по всей длине с наружной стороны. Почему? Отвечаю. Потому что вот этот вот грибок, это не просто там на пальцах ног. Он уже вот эти все свои ниточки пустил там далеко во весь организм. И они начинают вот так вот ощущаться. Но это мое мнение. Так, пошли руки на расслабление, а также кисти. Выпрямляются пальцы. Вот это говорит, выпрямляются пальцы. То есть у человека какой-то мышечный спазм. Мышечный спазм. Он, знаете, бывает такой небольшой. И, как правило, он возникает от каких-то переживаний, от каких-то жизненных событий, которые произошли. Это все откладывает напряжение. И человек не замечает, как вот эти вот все переживания вызывают небольшой спазм, который накладывается один на другой. Приводит к тому, что он уже не может кисти расслабить. Пальцы, видите, выпрямляются. Только стали выпрямляться пальцы. Всего вот за сколько там? 44 года. Вот так вот можно себя эмоционально взвинтить. Так, 10.05.20. Сразу после пробуждения почувствовал, как стопы пошли на расслабление. Это хорошо. В 19 часов выпил холодного кваса из холодильника. Горло сразу сковало и конкретно прихватило голос. Сел, засипел. Не надо пить холодного. Не надо. Подумал, ну все, приехали. Надо будет горло лечить. Раньше так и было бы. Я это сразу понял. А тут наблюдаешь, что при глотании слюны горло слева норм. А там белый гладник справа, область гланды красная. Миндалина чахлая. Тоже не спазмируется. Раньше спазм 100% держится. То есть это говорит о том, что вот эти вот миндалины уже давным-давно, они уже в крайне каком-то болезненном состоянии. Что там уже полным-полно инфекций и чуть что там добавится в организм, который ослабляет его. Сразу же это проявляется. Да. Чувствую правую миндалину, как она работает, дышит. Температура не нормализовалась. Лимфоузлы нормально. Не заболел. Вот чудеса. Так. Лимфоузлы нормально. Вот это хорошо. Это говорит о том, что организм борется. Борется на уровне иммунитета. На уровне вот и как раз лимфатической системы. Это хорошо. 11.05.20 ощутил, что пошло конкретное расслабление всего тела, спина, руки в частности. Наконец-таки началось расслабляться. 12.05.20 второй день подряд выворачивает лимит и тянет в области коленей. И вниз через голень в стопы. Выворачивает и тянет в области коленей. Вот как раз грибок. Грибок показывает себя, где он располагается. 13.05.20 колени и ниже ломит и тянет меньше. 14.05.20 после второй чистки стал ощущать печень без боли. 15.05.20 организм начал возрождаться и оживать. 15.05.20 внутренняя энергия растет, как в ядерном реакторе АЗС, походка мягкая, пружинистая, в ощущениях чувству каждую мышцу и далее на клеточном уровне. 16.05.20 божественно. 16.05.20 но все-таки, как бы сказать, чем-то вы занимаетесь, что-то вы делаете. 17.05.20 и когда человек делает, занимается так, как надо, конечно, начинают идти результаты, которые вот так воспринимаются как божественно. 17.05.20 главное, чтобы все это правильно делать. 18.05.20 и главное, чтобы организм не был запущен слишком сильно, потому что, чтобы избавиться от этих болезней, ну, много надо потрудиться. 18.05.20 стул нормализовался, правильно оформлен, в основном светло-коричневого цвета, без кислого запаха, чувствую свежий запах желчи. Это хорошо, когда нет застоя стула, и тогда, так как желчь выходит, и она как раз стимулирует подвижение каловых масс по кишкам, стул приобретает желтый цвет. Если же идет застой, желчь начинает там окисляться, и стул начинается становиться более темным, коричневым и так далее. В стуле обнаружены в основном нити в виде волос, иногда цисты и слиз. Вот это вот нити в виде волос, это своеобразные паразиты. Своеобразные паразиты, которые могут, вот как вот это ниточки, не просто там жить в кишечнике, они могут по всему организму там передвигаться. И передвигаются. Но для того, чтобы начали как-то прятаться, выходить, надо создать в организме душняк с помощью вот этих противопаразитарных средств, и тогда они куда-то начнут выходить такие места, где этого душняка нету. Но вот в полости, допустим, кишечник. И дальше там уже будут подхватывать их тмин. 17.05. 21 час. Выпиваю порошок трав и чистка печени побуревой начинается. Итак, начинается третья чисточка, да? Так, 18.05. Утром стул мягкий, правильно оформлен, коричневого цвета, кислым запахом и запахом желчи. Обнаружены нити и слизь. То есть, вся эта вот ерунда еще там, как была, так и есть. В течение дня выпиваю порошок трав по схеме. В 10.30 час после трав слабость. Энергия быстро падает, мутит, тошнит. 12.00 отпустила. В 12.17. Выброс в виде студня. Порошок сработал. То есть, его не выносит грибница. Его не выносит то, что живет вот там вот в виде студня. В тонком кишечнике. И дальше все в таком же ключе. То есть, погнало эту грибницу из организма вон. Порошки пьются чем дольше, тем тяжелее. Уж очень душистые. Под конец от них просто воротит. Ну, что поделаешь. Вот так он это работает. Отвар пьется хорошо. В течение дня было всего 6 выбросов. Предыдущие чистки 10. В основном это и листа, муть, светлого, реже темного, цвета и запаха желчи, слизь, цисты, нити. Ой, е-мое. Все эти, все эти паразиты. В 17.00 часов отвар. Хорошо. В 18.00. Горчичное масло около 130 грамм и сок лимона. То есть, это непосредственно сама чистка только началась. Зашло тяжело. После вновь стало сильно мутить. Тошнота, состояние по нарастающим все хуже и хуже. В 20.00, 25.00, 21.00, 30.00 и 22.00, 10.00 сильные выбросы конкретных студенистых образований. Густой кисель темного цвета в мазута. Отходит старая желчь. То есть, наконец-таки вот это все расквасило, сделало там и и начало выбрасывать. Уснул около полуночи в тяжелом состоянии. О том, чтобы выпить еще масло, не могло быть и речи. В час 30. Проснулся до того, что сильно мутит. Мне очень тяжело. Естественно, да. Чистка печени. Это операция без ножа. Молитва. Заскнул под утро. Если коротко обрисовать этот день, то получается слизь. Слизь. И еще раз слизь. Одна сплошная слизь. Это говорит о том, насколько организм человека ослизнен. И вот это все травки побуривая. И та противопаразитарная программа, которая делалась до этого. Вот она выдает свои плоды. 19.05. После стула и четырех клизм каждый час. Одна лишь слизь. И светлая желчь. И ни одного камушка. Предполагаю, что если они и были, то могли запросто расплавиться в душистом огне. Трав, похоже на то. Видел стуле фрагменты вкрапления. Характерные сгустки. Очень похоже на это. После клизм резки. Без раскачки. Сильный подъем энергии. То есть важно освободиться от этого времени. Как только она вышла. Так естественно энергетика, которая ранее тратилась на то, чтобы вот это нейтрализовать. Она ощущается как вот свободная энергия. В виде вот этой вот такой вот бодрости, силы. Быстро прихожу в себя. Восстановление гораздо быстрее, чем после первых двух чисток. Минимум два раза днем зуд зачисался грибок на ногах между пальцев и ударной фаланги правой руки в виде прыщиков. Подводя итог скажу, что три чистки печени по Татьяне Буревой дались мне не очень тяжело, чем предыдущие. 20. 21. 30. Грибок повалил. Все пальцы на ногах обсыпало водянистыми маленькими прыщиками, а между большим и вторым пальцем левые стопы и снутри стороны образовало большой водянистый волдырь, как от ожога. Вот это да! Паразиты показали мне истинное лицо и вышли из стены. Война началась не на жизнь, а на смерть. Вот такие-то дела. Вот такие-то дела. Так, посмотрим, что тут еще пристал. Ага, ноги пришли. Фотографии. Грибок. Ну, еще прочитаем. Доброго здоровьица. Это за 22 мая. Да, левую стопу разбарабанило сильнее. И это действительно был вход грибка. То есть он вошел, видите, через левую стопу. Вы оказались справа. Я сегодня вспомнил, как в поезде впервые увидел эти характерные прыщички. И не поверите, они были как раз между большим и вторым пальцем левой стопы. И сейчас, когда гриб побежал, первый валды появился именно в этом месте. Чудеса. Вот такие вот чудеса. Самочувствие хорошее. Настрой решительный. Думаю, надо продолжать. Но грибок потрепал мои стопы изрядно. Да мясо. И лишил меня мобильности. В любом случае, нужно восстановление. Да и завтра пойдут лишь вторые сутки. Как бы этот гад еще чего не выкинул. Будем наблюдать. А как долго ставятся ловушки, пока не будет видимых признаков грибка. Да, вот так-то. Конечно, будем продолжать. Конечно, будем продолжать. Потому что, если ничего это не делать, он просто-напросто опять уйдет вовнутрь. Опять вовнутрь. Мнение Эдуарда. Продолжается все это. Мнение в целом. Если честно, я в шоке. Я, конечно, мог что-то предположить. Но такое. Когда он повалил, я растерялся. То есть, грибок пошел из него. И без вашей помощи неизвестно, куда бы меня бросило. За что вас сердечно благодарю.